Добрый вечер! Первый городской продолжает свою работу в прямом эфире. Вы смотрите наш ежедневный проект «Гость студии». 11 октября на страничке Facebook у кандидата тогда в мэры Одессы появилась информация о том, что он снимает свою кандидатуру. Снимает и дальше не участвует в гонке. Спустя несколько дней появилось опровержение. Потому что, дескать, этот человек не смог снять свою кандидатуру. Потому что ему не позволили это сделать. Давайте мы будем сейчас развенчивать мифы. Так как же, что же произошло на самом деле? Потому что гость нашей студии это Сергей Кивалов, народный депутат Украины и лидер Украинской морской партии. Здравствуйте, Сергей Васильевич! Здравствуйте! Так помогите разобраться, вы снимаете, не снимаете? Вы идете в мэр или не идете в мэр? А вы как хотите? Я хочу знать, как есть на самом деле. А вот на самом деле и так. Я написал заявление с просьбой, чтобы меня освободили как кандидата в мэры города Одессы. И это заявление занес лично в территориальную избирательную комиссию. Зарегистрировали они его. И вы знаете, к моему великому удивлению, оставили мое заявление без рассмотрения. Я говорю, вы нарушаете мои конституционные права. Они говорят, нет, нарушаем. Я подал исковое заявление в Одесский окружной административный суд и суд с просьбой, чтобы они вычеркнули фамилию Кивалов из бюллетеня, по которому будут голосовать граждане нашего города, наши избиратели. И попросил, чтобы напротив фамилии Кивалов поставили штамп «Выбыл». Окружной административный суд частично удовлетворил мой иск. Они признали, что территориальная избирательная комиссия не имела права не рассматривать мое заявление, а в другой части оставили без рассмотрения. Больше того, к моему великому удивлению, территориальная комиссия подала в апелляционный суд. Сегодня апелляционный суд Одесской области административный рассматривал исковое заявление территориальной избирательной комиссии и перенес рассмотрение на завтра. Завтра вы меня пригласите в эфир, я приду. И мы узнаем окончательный ответ. И я вам расскажу окончательный ответ. Так, подождите, смотрите, городская комиссия вам отказала, потому что вы должны были подать такое заявление, если хотели, до 5 октября. Я правильно понимаю? Так, согласно закону о местных выборах. Знаете, у нас есть еще и Конституция. Конституция имеет большую юридическую силу, чем закон. И я ссылался на нормы Конституции. Это мое право. Вы меня не загоняйте без моей воли в список всех кандидатов в мэры города. Ну, смотрите, сейчас... Поэтому, вот, я считаю, что я правильно поступил, когда подал такое заявление. Они должны были рассмотреть. Пробелы в законодательстве можно отрегулировать решением соответствующего суда. И тут смотреть нечего, надо дождаться завтрашнего дня, завтра в решении суда будет четко указано. Другого варианта просто нет. Вариант такой, или они разрешают и говорят, обязывают, вернее, комиссию поставить штамп напротив моей фамилии, что выбыл, или я остаюсь в списке и дальше принимаю участие в выборах. Конечно, я никаких действий не буду предпринимать, но, во всяком случае, два варианта может быть. Все-таки по закону о выборах вы должны были до 5 октября это сделать. Все-таки по основному закону государства, по Конституции, это мое право. Хочу участвую, хочу не участвую. Это мое, подчеркиваю, право. Поэтому территориальная комиссия настолько была ошеломлена, настолько была удивлена, что она не знает, как поступить. А не знаешь, как поступать, поступай по закону. Давайте тогда сначала с другой стороны. Немного мы говорим об одном и том же. Нет, немного, потому что интересно. Послушайте, у нас выбора осталось всего несколько дней. Но завтра, да, мы узнаем окончательный ответ. Завтра узнаем, зачем мы будем гадать. А почему вы решили вообще написать такое заявление? Давайте так тогда. Ну, знаете, это мое право, я уже сказал. И мы с вами на эту тему уже говорили. Мы говорили, что вы шли к этому много лет и приняли такое решение. И вдруг вы забираете заявление? Мы с вами уже об этом говорили. И я неоднократно повторял. И повторяю, что вот такое решение я принял. Какие-то детали сегодня говорить, почему я принял такое решение, наверное, нет смысла. Сегодня поднимать опять вопрос, связанный, почему это произошло. Я сказал, что я не хочу участвовать в разных грязных раскладах, которые сегодня есть, и еще дальше будут еще хуже. Это, наверное, предпосылки вам угрожали, вас предупреждали. Все было, и одно, и второе. Я вам хочу сказать, что были и покушения не только на мою жизнь, на жизнь тех, кто играл в футбол на 8-й станции Большого Фонтана. Это группа из ребят, 20 человек, которые только закончили, бросили гранату, и чисто по случайности никто не пострадал. Были и другие случаи, когда во двор моего частного дома кинули гранату. Были и случаи, когда по окнам моей спальни стреляли из автоматического оружия. Но я думаю, знаете, сейчас не нужно об этом говорить. Почему? Потому что это будет расценено как пиар-акция. Мне кажется, это расценено, как будто бы вы испугались, но так же не... Я думаю, что правоохранительные органы, надеюсь я во всяком случае, они же не должны этим заниматься. И они наверняка расследуют тот факт, который произошел. Вся цепочка, которую мы видим, она связана с тем, что безнаказанно. Первый раз произошла безнаказанность, второй раз произошла безнаказанность, третий, четвертый, потом дальше. И вдруг всегда выбирают именно кандидатов в депутаты городского совета от Украинской морской партии. Порезали палатки, избили одного депутата, кандидатов в депутаты, избили другого, забрали продукцию. И все это связано вдруг... Вы не считаете, что это система? Я думаю, что мы должны были быть готовы к этому, к такому раскладу. Я всегда готов, к этому всегда готов. У нас всегда грязные выборы. И вы знаете, ну таких грязных никогда не было. Поверьте мне, я всегда принимаю участие. Ну мы 26-го узнаем, были ли они самыми грязными. Мы узнаем, я думаю, что мы уже сейчас можем, еще 26-го. Я просто хочу обратиться к гражданам нашего города, членам участковой избирательной комиссии, чтобы они подумали, прежде чем рисковать, подыгрывать одному или второму кандидату в депутаты или кандидату в мэры, они должны подумать, что есть ответственность. И санкции за такой вид преступления очень жесткие. До 7 лет лишения свободы. Я не пугаю. Я просто говорю, чтобы мы четко знали, что не нужно допускать именно такого беспредела, который сегодня... Сергей Васильевич. ...есть предпосылки, что они состоятся. Поэтому я вот и сказал, что мы все будем делать для того, чтобы защитить свою политическую силу. У нас для этого есть все средства, в том числе и правовые. Я все равно не поверю, что вы отступили. Вот сейчас на последней, ну на финишной прямой фактически, что вы отступили, сделали шаг назад. Я никогда не отступаю. Для того, чтобы победить, это значит, знаете, как в том классике. Снимать кандидатуру – это отступить. Чтобы победить, два шага вперед, шаг назад. Вы, наверное, не помните эту работу одного из классика. Поэтому давайте поговорим о будущем нашего города. Давайте поговорим о том, что Украинская морская партия – это единственная политическая сила, которая предложила план спасения нашего города. Для того, чтобы его реализовать, большинство в Совете должно быть представители от этой политической силы. А для того, чтобы реализовать его, нужно, естественно, что желание депутатов. От Украинской морской партии желание такое есть. И мы все сделаем для того, чтобы на первой сессии, когда будет формироваться бюджет, те люди, которые остались сегодня за чертой бедности, а их около 50 тысяч, которые получают минимальную заработную плату, которые получают минимальную пенсию, им нужно доплачивать 700 гривен, то есть 50%. Как ежемесячно? Ежемесячно. И для того, чтобы это сделать, это необходимо внести изменения в бюджет. А если мы на следующий год будем, то сразу заложить именно эту сумму. Почему выгодно это для города? А потому что сегодня граждане, которые получают эту мизерную зарплату или пенсию, они не в состоянии будут пойти в магазин или на рынок приобрести самые элементарные продукты питания, чтобы выжить. И одновременно заплатить за коммунальные услуги. Сегодня за коммунальные услуги 30-40 квадратных метров жилье, стоимость в общем около 700 гривен. Они получают сколько? Мы знаем. Городу выгодно, потому что то, что они доплатят 700 гривен, эти же 700 гривен пойдут на оплату коммунальных услуг. И не будет цепной реакции. Я считаю, другого выхода просто не существует. Где город возьмет эти деньги? Когда бюджет уже принят, вы говорите внести изменения. Нет, но внести изменения тут остался ноябрь, в конце ноября, ну декабрь, один месяц. В декабре нужно формировать будет новый бюджет. В январе рассматривать его. И заложить сразу, чтобы не вносить изменения. Можно на один месяц внести изменения в бюджет. Мы же не знаем остатки, какие есть сегодня в городе. А на следующий год в обязательном порядке нужно это сделать. Не нужно ждать, пока в Киеве примут какие-то решения в отношении наших льготчиков. Я имею ввиду детей войны, я имею ввиду чернобыльцев, я имею ввиду инвалидов и так далее. Они должны пользоваться льготами на транспорт. Это горэлектротранспорт. И мы посчитали, для того, чтобы закрыть эту категорию граждан, чтобы они имели возможность проехать в этом транспорте бесплатно, в том числе и школьники, необходимо 12 миллионов. Для города я вам хочу сказать, что это небольшие деньги в целом, если говорить о бюджете города. А у вашей политической силы есть конкретные какие-то источники, где деньги можно взять? У нас есть конкретные источники, где можно взять. Первое, что необходимо сделать, я думаю, что сократить все охранные фирмы, которые созданы. Есть милиция, и она должна заниматься охраной общественного порядка, в том числе и профилактикой уличных преступлений. А для того, чтобы они были снижены, у нас тоже в плане спасения города есть. То есть нужно осветить город. И если мы полностью осветим город и вкрутим лампочки, я условно говорю, в каждом дворе, то количество уличных преступлений сократится в разы. Я это говорю со всей ответственностью. Тем самым мы создадим условия для жителей и скажем стоп тем уличным преступлений, которые сегодня растут с каждым днем. Это первый источник, да? Это первый источник и основной источник. Аппарат городского совета, я думаю, что тоже можно сократить и нужно сократить в разы, потому что, ну, потому что сегодня тяжело всем, потому что необходимо нам решить эту проблему. Это два. И третье. Нужно собирать налоги с тех же стоянок, с тех же магазинов, с тех же ларьков и так далее и тому подобное, чтобы не платили в конвертах деньги, а платили налоги. И когда будут платить налоги, этого будет вполне достаточно, чтобы сформировать бюджет. Больше того, я вам хочу сказать, формирование бюджета зависит от депутатского корпуса. Если это будет реальный бюджет и покажут, что вот такой доход, вот столько-то заработали, столько нужно отдать. Я вам отвечаю, что мы по-другому не поступим. Нужно будет только оказать реальную помощь тем людям, которые сегодня находятся за чертой бедности. Мне кажется, вы не говорите каких-то таких вещей, которые неизвестны. Вы говорите элементарные вещи. Почему до сих пор это не работало тогда, на ваш взгляд? А вы знаете, все простое, оно всегда оригинальное. Вот мы говорим простое, очень простое. Платите, надо доплачивать, и люди будут платить за коммунальные услуги. Если они не будут платить за коммунальные услуги, я еще раз повторяю, будет проблема связана с тем, что пойдут сплошные неплатежи. Пойдут неплатежи, не будет тепла, не будет газа, не будет коммунальных разных услуг, которые сегодня пользуются наши жители. Это выгодно для мэра города. Это выгодно для всего депутатского корпуса. Просто нужно вникнуть в эту серьезную проблему. Мы будем настаивать именно на этом. Я не знаю, что будет через год. Может, все-таки стабилизируется обстановка экономическая в нашем городе и в нашей стране. Но пока существует то, что мы имеем, нужно это сделать. Варианта другого просто нет. Это первый самый важный пункт, насколько я понимаю. Есть еще второй не менее важный пункт вашей программы. И у нас и первый, и второй есть, и третий, и десятый. Ну, смотрите, мы ограничимся, наверное, максимум тремя сейчас. Это программа доступная. Я вам хочу сказать, вторая категория граждан – это дети. Нужно создать условия, чтобы дети у нас не ходили и не бродили по городу, а занимались конкретными делами. Я имею в виду спортом, художественной самодеятельностью. Хоть это и звучит как-то по-старомодному, но я вам хочу сказать, что если работают кружки, если работают спортивные секции, дети заняты. И мы вот создали десяток разных спортивных площадок, несколько стадионов. Планируем еще закончить в этом году, в календарном году, я подчеркиваю, еще одну спортивную площадку, комплекс спортивный на Фонтанской дороге 23, на территории Международного гуманитарного университета. Я думаю, что это будет еще одна площадка для того, чтобы детей с улиц забрать на спортивные площадки. Больше того, мы заканчиваем строительство общегородской школы, я имею в виду церковно-приходской школы, в которой планируется один открытый спортивный комплекс и открытый спортивный комплекс. Мы планируем там открыть актовый зал вместе с работой кружков. Это тоже позволит детей убрать с улицы. И каждый, кто не безразличен к нашему городу, и каждый, кто хочет принести реально какую-то помощь жителям нашего города, он должен делать это. Говорить мы все можем, и я, и вы, и они, но нужно реально, реально, я подчеркиваю, настало время реально оказывать помощь для того, чтобы выжить в это тяжелейшее время. Никто не приедет к нам, и никто нам не сделает, если мы сами это не сделаем. Вот ваша семья, я знаю, здесь живет, и моя семья здесь живет, и мы ежедневно обсуждаем многие вопросы, касающиеся наших жителей, как люди живут. А те, кто сегодня приехал, он думает, что приехал, заработал или еще что-то сделал, уехал. Его что интересует, что творится в городе и что кто делает, конечно нет. А вы не собираетесь уезжать в ближайшее время из Украины? А я не собираюсь уезжать, потому что вся семья моя находится здесь. И чего я со своего города должен уезжать? Я здесь вырос. Я в этом городе достаточно уверенно себя чувствую. И нет сегодня той силы, которая может заставить меня уехать. Человек уезжает, вынужден, когда он совершает какие-то правонарушения. Когда человек совершает преступление, он тогда бежит. А мне куда бежать, когда я правопослушный гражданин. Губернатор сказал, что против вас открыты уголовные дела касательно фальсификации. Это одна из причин, почему вы сняли кандидатуру. Вы знаете, это его сказки. И то, что он хочет, то и говорит. Я же не невеста, чтобы всем нравиться. Я делаю свое дело. И губернатор делает свое дело. Я уже десятки раз говорил, что на Затоке мы ни в 2014, ни в 2015 году ни одного человека не прописали. Кто-то подсовывает нашему губернатору какие-то бумаги. И он все время говорит, что там проходит какое-то нелепое недоразумение. Я думаю, это может целенаправленно бороться так, бороться с нашей политической силой. И непосредственно скивалов. Мы заканчиваем с вами. Я абсолютно себя уверенно чувствую. У меня к вам самый последний вопрос. И очень мало у вас времени на то, чтобы на него ответить. Завтра суд, конечно, вынесет какое-то решение. Озвучит, мы будем его знать. В случае, если вам откажут, вы остаетесь все-таки в бюллетене. Как будете поступать? Вы понимаете, что для электората это своеобразные вопросы. Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Мы не знаем, как суд поступит. Вот как суд примет решение, пригласите мне. Я завтра вам прокомментирую. Договорились. Сергей Кивалов, народный депутат Украины, лидер Украинской морской партии, был гостем в нашей студии сегодня. Мы говорили о том, о чем мы говорили. Я думаю, что все нас услышали. Спасибо, что были с нами. Это Первый городской. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова